Души истины, и живи здесь, и вся исполняй сокровища благих. И жизни подателю приди в силе севны, и очистены от всяких скверны. И спаси благословения на это собрание. Прибудь с нами, не дай нам уклониться ни направо, ни налево, но чтобы мы подвязались единодушно за веру евангельскую, не за вымыслы человеческие. Сердца наши полностью направь к горнему, чтобы мы были водимы Духом Святым, слышали голос Духа Божия. Сжалься над нами и помилуй нас, Господи, освободи от ненужной тяжести грехов. Всех доведи нас до желаемой пристани, до Царствия Божия, и навеки введи туда детей Твоих. Хвала тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Проходи. Проходи. Мама. 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 Ты что стоишь? Оля, Оля. 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 Пашка будет. На. На. Мася, я тебе где сказал, поди. А тебе она что-то управляет? Не ясно что-то управляет. А не управляет. Ну, назад, ты, назад пролезь, сам назад. Так. Что вам сказать? Я сейчас еду причищать болящих, поэтому долго не буду задерживаться с вами. Ко мне есть какие вопросы? Буду так. Если жив, здоров, буду, то в день Рождества Христова буду утром. Только давайте тогда не в восемь часов, а хотя бы с полдевятого. Там поезд приходит в начале восьмого. Я ночью там помолимся, отслужу там ночью и сразу на поезд и приеду. Рождество, значит, утром с вами буду тогда. Так я... Давайте на девять. С девяти. Давайте с девяти. Один. Значит, вы вечером помолитесь, как в обычное время, в четырех часов. А утром, в субботу, в день Рождества, в девять часов. В девяти часам приходите. Вот. Вот. Литургии не будет, потому что я литургию уже в этот день служу, две литургии батюшка не может служить. Поэтому никто причастников не будет. Не готовит. Да, не готовит. Не будет причастников. Вот. Там мы заканчиваем где-то будет у нас два часа. и в четыре часа я выеду сюда. Тогда так вот будем. И в субботу вечером буду, и в воскресенье утром. Тогда. Вот так вот будет. Да. Такой порядок будет. Ну вот. Так, еще что? Ничего нет ко мне. Так, мне делают замечание, что мы, батюшка, стареем, говорит, слух у нас падает. Ты громче говори. Но вы не забывайте, что я ведь тоже не молодею. Ну, соль молодеет. Я не молодею тоже, ведь день от дня все это. Я, если тихо говорю, не по лености, а так и есть. Сегодня наука уже придумала много такого, что может там глаза менять, что-то там, зрачки вставлять. Слуховые аппараты различные есть. И отечественные, и импортные. То есть можно выбрать какой-то аппарат. А вот чтобы голос как-то, такого я не слыхал. Чтобы могли, голос вот падает. И чтобы сделать какой-то аппарат, чтобы голос был громче. Я такого не слыхал, не знаю. Если кто знает, то подскажите. Я постараюсь купить такой аппарат, чтобы громче было. Поэтому, кто уже сильно очень плохо слышит, то найдите аппарат. Такой. Или другое, что можем сделать, как где-то у нас микрофон, громко говорить или тогда. Но, опять же, глухие это не все. У нас маленькая территория. Кто-то будет, значит, несколько глухих, а остальным будет уже... Это плохо, тоже когда громко. Это там, где большие храмы, и на улице, чтобы слышно было, делают микрофон. У батюшки там стоит микрофон на аналогии, он говорит. Вот. Поэтому, где уже что-то, если не понятно, то потом спросите у меня. Я повторю, отвечу, что если что говорила, непонятно. Тихо показалось. Потому что больше, когда я начинаю выше, у меня тогда совсем перехват. Это я не могу даже уже и тихо сказать. Потому что уже связки-то это... Так, это что дали? Что дал? Ага, ты дал. Ладно, все, я положу только потом. Батюшка, а календари будут, нет? Календари обещали. Обещали выслать. Хорошо. Я звонил. Вот там секретарь Владыки пообещал. Говорит, уже печатают. Скоро, говорит, сейчас вышли. Может быть, как раз и к Рождеству придут. Календари такие же, как всегда будут, по 35 рублей цена. Договорились мы так. Уже. Вот. Сто штук я заказал. Вот. Поэтому будут календари. Хватит всем. Хватит всем. Матюшка, я вот из Китаря поняла. Тогда же сказали, что митрополит Элларион сложил себя полномочия. Опоминайте Элларион. Кто тебе наплевал в это в уши? Не знаю. Две недели назад говорили. И я не слыхал. Такого не слыхал никогда. Не было. Не было таких слухов. Не было. Снова я открою. Болел. Не было никогда такого. То, что болел, болеет. А все болеют. Болеют. Я читал письмо. Он говорит, я не смогу к вам приехать. У меня желание большое к вам приехать. Но. По состоянию здоровья. Я, говорит, вот только два месяца был там где-то в санатории на реабитации. Заменили одно колено ему. Заменили. Сейчас, говорит, операцию будут делать на второе колено. У них там проще. Заболело. У меня хрустит колено. Да хрустит уже несколько лет. Сильнее и сильнее хрустит. Уже больно нажимать на него. Ну, ухожу пока. А там захрустел. Он пошел. Ему заменили. Да серьезно. Вставили. И они опять ходят. Это все. Ну, вот. Меняет колено. Там можно заменить. Да. Вам надо туда съездить? Вот это было. А то, что нет, такого нет. Не сыхал. Леночка. Так что это это. Почудилось. Да. Поэтому так. Так. Еще есть какие ко мне вопросы? Кому надо еще к Рождеству разговляться? На разг... Не надо никому? Тебе. Паранил можно, батюшка? И мне полпаранил. Ну, надо еще... Я половину не могу обрезать. Оля Цивилова заказала. С кем? С кем половину возьмем? Да мандюшка. Ищите. Тогда позвоните Татьяне Кузьминичне. Она... Я с ней буду связь иметь. Значит, позвони. Ольга я точно знаю. А ты кого найдешь, напарника себе? Тогда звони. Это так. Ну, все. Прошите. Я поехал. Миша. 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 Жолнирова. Хорошо. Сделаем. Миша. Можно взять на жирного для малыша, чтобы полезно. Что? Жирного? Есть. Ну, понимаете. Вы как правдите? Мне не жирный. Если не жирный, будет синий. Тохленький такой. Синий. Что ты, батюшка такой? Ну, как бы интересно. Принезешь, говорит. А у вас баран, говорит, он бараниной пахнуть будет? Ну, чем баран должен? Псиной пахнуть, что ли? Нет, у вас никогда не пахнут. Или свининой. Ну, баран, естественно, он и бараном должен пахнуть. У батюшки никогда не пахнуть. Вот чтоб не жирный был. Ну, как ты не жирный? Как ты представляешь себе, Лена? Уберешь жирный, все. Не разговаривай. Пустое говоришь. Пустое. Не, я объясняю, что так не бывает, что совсем. У нас ошибка нет, но нормально, здоровый и все. Поэтому, как бы уже есть. Все. Объявление на полминутке. Люба Минаева привезет кур по 140 рублей килограмм. Если кто-то будет заказывать, Галине Ивановне, пожалуйста, чтоб она записала. Или, или... Нет, запиши ты, Галина Ивановна, убежит. Леночка, запиши, кто будет записываться. 140 рублей килограмм. Примерно на полтора килограмма. Все. Я номинальный ведущий, поэтому сразу передаю слово Игнат Тихоновичу. Игнат Тихонович, пожалуйста. Сразу по выступлению батюшки. Небольшая поправка. Я без этого не смогу. Относительно голоса. Значит, и раньше к этому стремление надо было показывать, пока молод был. Старость не может собрать то, что в юности не посеялся. Если ты напрягался, кричал, как о вакууме, он до самой старости и в срубе будет показывать. И туда, как Бояриня Морозова полумертвая будет показывать два перста. Операция не может подправить. Но стремление может. Вспоминаем греческого философа. Он решил стать знаменитым в Греции. А голос слабый. Операции голоса не делают. Он не сказал, покупайте все слуховые аппараты. А он пошел на берег моря. В рот брал камушки и кричал так. Говорил выступление, чтобы шум волн перекрыть. И сделал это оратором номер один во всей Греции. А там нельзя было просто так занять это место. Греция была самой высокоразвитой страной. Философы на первом месте стояли. Желание. Желание нужно показать. Почему я с плохим слухом в Покровском соборе слышу все. А здесь четыре шага не могу услышать. Выступают. Вчера смотрю вечером. Четыре в хоре. Но люди не пришли. Потому что пятница. Необычно так было. Здесь стоит семь человек. Как к тем кто-то повернется. Но расстояние между ними пол шага. И для них говорит полушепотом. Ты никогда не смотри какая уйдет Оля. Ты напрягайся. Бог тебе будет давать награду за твой труд. Это в житиях не раз было показано. Другой говорит, я петь не могу. А Божья Матерь говорит, а я смотрю как ты стараешься. И давала им награду при выходе. Никто не видел. Один святой видел какую награду Божья Матерь дает певцам. Особая. Я относительно того, что те кто читает. Напрягайте силы свои. Когда меня хотели рукоположить священника. Меня ни один архиерей вызывал для этого. Помню Рафаломия Ташкентского. Напоминаю. Он мне тренировку дает. Вот. Громче я кричу. Еще громче нет. Он тогда жезлом меня ткнул в бок. Я сказал громче. Но я тогда как кричал на коров. Куда пошли. Во всю глотку. А больше не можешь. Я говорю нет. Ну значит такой будешь ты. Вот и все. На каком ты участке поставлен. Ни с чего не откладывай на завтра. А у нас этот принцип действует только за едой. Не откладывай на завтра то, что можно съесть сегодня. Мы слышали неоднократно о том, что есть рай и есть ад. И как попало туда не попадешь. Ревность. Мы православные. Не забывайте. У нас много есть. То чего бы и не надо нам иметь. Но я православный. При названии православным я принял все что здесь есть. Я за то чтобы мощи были похоронены. Но они есть в антименсии везде. Я их признаю. Я говорю посты не нужи кроме великого поста и среды пятницы. Но я православный. Все посты строжайше соблюдаю. Но у меня есть свое мнение основанное на Библии. Ни о каких постах этих нету в Библии. Даже слова ни одного нет. У нас не принято у православных произносить имя Господа Бога и Егова. Его заменили мудрецы. В кавычках скажу. Именем Господь. Если говорим Господи помилуй, Егова помилуй звучит в оригинале. А у нас когда появляются люди, которые называются свидетелями Егова и говорят Егова, прости меня Господи. Она пишет письмо и говорит, это что это имя от сатаны такое. Мы сроду не слыхали. Как земля не провалится под людьми. Тысячу лет скрывали это имя. Хотя в оригинале это имя звучит совсем не так. Божье имя. Ягова. Для нас это странно очень. Это нас греки наделили такими именами. Иисус нет такого имени. Но мы привыкли. Ешуа. Первое и кратко Е-Ш-У-А. Ешуа. И меня евреи когда встречают в интернете, они все говорят, Ешуа да благословит вас. Так называемые мессианские евреи. Ешуа. Но это не привычно. Но ты знаешь, что Ешуа у греков нет в алфаете буквы Ш. Ее нету. И он не может сказать Ешуа. А он назвал Иисус. И греческие монахи нас так научили. И я Ешуа не молюсь. Я молюсь только Иисус. Я так научен. Но внутри себя я знаю. В оригинале ни одна буква, ни две о чем спорят старобрядцы. Ни правы, ни те, ни другие. Мы должны расставить все по своим местам. Нам Бог дал голову на высоте. Это светильник. Это глаза. Это разум Златоуз говорит. Даже крестное знамение некоторые все еще не могут правильно совершить. Крестное знамение. Крестное. Не то, что я в освящении чувств на грудь ставлю. Речь-то не о тебе идет. А о кресте Господа нашего Иисуса Христа. О Его воплощении. Господи. Два, три, один палец. Как ты научен, так и делай. Но на середину лба поставь. А почему на середину? А ты не рассуждай. Объяснение дали до нас. Меня когда в армию призвали. Учебный называется комбинат. Учебка. То сказали. Часть отдавать так. Когда головной убор. И ладонь должна быть прямая. И должна быть приставлена к концу брови. Вот где бровь. Вот так. Я не могу ни выше, ни ниже поставить. И за этим смотрел старшина. Не могут правильно крестное знамение совершить. Скажи три перстна. Двое перстна как-то. И солжи на середину лба. Дали на чрево. Где пуп твой. Когда ты оторвался от матери. А потом я объясню. Правое плечо. Там где соединяется. И левое. Точно левое. Вот оно налево. Что оно означает? Господь. Иисус Христос. Глава всему. Ты согласен? Мы крест изображаем. Не забывайте. Мы пошли к Голгофе. Это краткое. Образное исповедание. Как бы фоксимиле с Голгофы. Иисус Христе. Воплотился через Деву Марию. Через чрево. Не через грудь. Чего ты выдумываешь-то? Чрево. Право. Иисус Христе. Сыне Божий. Ты вознесся ради сна. А ради сна это правая рука. Помилуй меня грешим. Помилуй с левой стороны. В чем? Голгофой. Крестом. Кровью его. Чего непонятно. А делать когда ниже. То поперечину сделай. Получается это поперечину. Прямо до груди. А она меньше чем та, которая дал бы крест. Перевернут и получается. А сегодня пишут. И один благочестивый человек нам подсказал. А мы страшно подумать. Сотни лет учили неправильно. Перевернут крест только у колдунов, у волхвов, у экстрасенсов. А почему не указать, что это благочестивый человек-то? Кто-то до нас родился. Столетия не могли до этого дойти. Ну нарисуй схему. Вот ты стоишь, отпечатай теперь. Ты увидишь крест перевернутый. И поклонись так, чтобы рука могла пол достать. Поясной поклон. Если говорят главы ваши, преклоните. Не надо сгибаться в пояс. Это поясной поклон. Главы это вот. Главу вот голову. Преклони больше не надо. Почему японцы учат, как кланяться? Они знают. С родственниками можно здоровиться вот так. С родителями дальше поклон сделать. С начальником еще ниже. С императором до земли. И ни один по другому не будет. Чтобы сметок составить правильно. Там как называют ИКБ на этом. Они составляют ее пять лет учат. А чтобы в кукольном театре работал человек. Нужна практика тридцать лет. Десять лет левой рукой, левой ногой. И кукла так работает, что рядом стоящие не могут поверить, что кукла живой человек. Моргает в интонацию, губы шевелятся. У нас все абсолютно везде по небрежности. Я об этом хотел сразу сказать сегодня. А потом у нас есть очень важные вопросы, которые они не могут сами решиться. И поэтому громкий голос – это твое желание. Вот услышать я не могу. Аппарат мне не нужен. Чего я с ним буду? Я слушаю один раз здесь. Два шага рядом не могу. Три. Я посчитал. Тут больше четырех шагов нет на меня. Не слышно. Это не о батюшке речь идет только. Вот Игорь Третьяков. Он читает, я его слышу. Дебунова я слышу. Сейчас начал читать и брат Виктор. Слышно. А почему? Все время пришлось мне зудеть под боком. Говорить ему. Ты не для меня считаешь для Бога. Я читал про одного митрополита, о котором шла молва в годы советской власти, что он проповедует в Москве. Но однажды он выглянул, там всего две старушки стоят. Он говорит, для кого я буду стараться-то? Ну и пошел. И видит, бабушка, она уже на выходе идет и что-то про себя постарчески говорит. Бормочет. Ворчит. Да, сказали, что проповедует тут митрополит Иларион. А он, как и все, молчит. Ох, ох, ох. Да через всю Москву я волохлась сюда. Да выходит, нигде не проповедует. Она говорит, прожгла меня. Как я мог пренебречь этими двумя бабушками? Христос одной Самаренко не пренебрег, сидел у колодца. Почему мы не лимуем? И так бегите, чтоб получить. Вы думаете получить? Ничего не получите. Некоторые не ходят домой, их уже списывать надо. Я Шишкова не вижу. Узнавайте каждый раз, кто не пришел. Звоните, узнавайте, какая помощь нужна. Мы никого не вербуем, не тянем. К нам в общину попасть года три надо проходить еще проверку. Пока всю Библию не будет знать человек. Мы не из тех, которые на улице кого-то ловят. Кого-то привезти, спрашивают. Я говорю, сходите на дом, узнайте, оденьте по форме. Голос громче. И на этом все. Маленькие даты. У нас сегодня двадцать пятое. Через три дня будет пребывать день. И в царской, там еще до императора было, особый должность астронома училили. А какая должность? Должность была такая, чем он год занимался, я не знаю. Он должен прийти и сказать, царь, день сегодня прибывает. А то царь-то мог забыть. И царь давал ему чарку, вина и награду там, рубль какой. А уже двадцать второго июня он должен прийти и сказать, царь, день начал убивать. В этот день его тащили на конюшню, одну плеть ему давали, ну еще что-то, какое-то наказание. Понимаете, мы смотрим и смеемся так, но ты из этого извлеки пользуешься. Ты помни, это память нам пробуждает этими чарками и плетями. Жизнь пошла на убыль, ты это знаешь? Но вот ты родился во Христе, и жизнь твоя пошла на прибыль. Ты преврати это теперь в духовное, ты увидишь, как жизнь засветет другими цветами. Все будет по-другому. Я буду говорить о вещах совершенно как бы маленьких таких. Перед Богом памятно каждое слово. И вот однажды мне пришлось присутствовать на одном бракосочетании у саробрядцев. И вдруг родной брат у того, который венчался, сидит за столом. Он встает и говорит, сейчас мы двух чулок, я пойду с чулками, два чулка, влево и вправо. Вот правый чулок взял, синий там или красный какой. Это в них деньги ложить и те, кто за то, чтобы родился мальчик. А в левый чулок, это кто за то, чтобы была девочка. Ну как-то мудро вроде устроено, я так и вздрогнул. Что ж ты делаешь? Да разве зависит это от тебя, от чулков твоих? Да Бог не даст детей, ты ни одного не увидишь-то. Так все и получилось, я подумал только. Ни у того, ни у другого детей нет. Первый, который допустил это на свадьбе, развод. Развод окончательный, бесповоротный. Каждый нашел себе, говорится, гнилушку на стороне. А второй желает по-хорошему, а детей нет. А теперь уже и помолитесь за нас, чтобы были дети. А я встал на молитву и у меня все трясется. Я в тот день нарисовал перед глазами. Вы почему над Богом издевались? Перед Богом каждое слово пишется. Найдите чулки, загляни в них, что у тебя там есть? Чулков много, а детей нет. Как кто снял все? И оба, те и другие из плодоносных семей, где много детей. Эти дети не паралитики, их проверять не надо. Это живое семя, живая утроба, все живое, детей нет. Что может? Только плакать. И впредь никогда не допускайте цинизма на смешки там, где имя Божие присутствует. Не произноси имени Господа Бога напрасно, чтобы он не прогневался. Я громко говорю, достаточно? Да. У меня еще громче голос есть. Итак, научитесь чаще произносить имя Господа Иисуса Христа. Господи, Иисусе Христе, осыди Божий, помилуй меня грешного. Если сильно будет не в моготу, говори Иисусе, помоги Иисуса поминай. Если совсем не может, только повторяй Иисус, Иисус. И это уже действует на сатану. Он имя Иисуса не может терпеть. Вот заметьте, имя Иисус, Новин, Иисус и Рахов, святые. А священник во имя Иисуса-то не крестит. Вы никогда не думали, что у нас Иисусов-то нигде нет у крещеных-то. И зайдите в ЗАГС, скажите, у вас Иисус есть? Нет. А почему? Запреты на это никакого нет. Я стал думать. А что, до тебя никто не думал? Я не знаю. И я нашел, из святых есть только один Иисус во время Петра Первого был. Но он принял схему, не при крещении. А в схеме, ну сначала монах там, а потом им еще раз переменяется. Иисус. Иисус означает Спаситель. Это имя особое, нашему имя, от которого будут падать демоны в обморок. Чаще произносите имя Господа Иисуса. Я вот сегодня... Разрешите-ка... Еще раз хотел показать. Это у меня костюм уже... Уж, увели его. Понимаете, вот это... Подержал бы тоже. Вот посмотрите. Держите. Вам известен вот этот инструмент? Четки. Называются щетки. Вот они. Я еще раз повторяю. Не высокомудроство, а мне это не нужно. Скажу, это есть у буддистов. Больше миллиарда. Два миллиарда мусульман... Лестовка. Ну у них по-другому. Большое число, меньше. Но у всех вот это есть щетки называется. И у православных. А для чего это нужно? Душа с телом так связана, что наказывая тело, мы вращуем душу, говорит Иоанн Затауст. И поэтому, когда мои пальцы здесь перебирают, я каждый раз останавливаюсь. Мне не надо говорить, что я переработаю больше. Я всегда десятку наброшу. Но я все время чувствую, что я как на пильзе. У меня в интернете выставили три тысячи четыреста шестьдесят семь моих стихов. Больше ни у кого я такого не встречал. Их стихами-то нельзя назвать. Но все понимают глубочайший смысл. Это в интернете мне говорят. Это понимают все. Где вы берете темы? Темы самые разнообразные. Я беру готовые. Вот. Все, что я достиг, я достиг через этот инструмент. И колени. Я перед Господом Богом стою. Вот. Каждое утро мы начинаем. Вот сегодня утром, что записал у нас Володя Паченко. Уже все выставили в интернет. Уже пошло. А вы посмотрели, как сектанты заходят, смотрят. И меня они пастором называют. Я говорю, я не пастор. Другие называют там священником. Я не священник. Нет, нет. Святой Божий человек. Что? Вот что. Заведите. Любые горошины наденьте. Сделайте. Нет этого, ничего нет. Я абсолютно уверен, что Бога обманывать нельзя. Если написано, седьмикратно в день прославляю тебя. И нам сестра Юлия позвонила, дала по кофизме. Вот. Заканчивается 30-го числа. Я еще раз прошу, кто получил от нее и не молился. По разным причинам. Поднимите руки. Ну, один там где-то, два, три. Ну, больше нет. Остальные. Остальные молились. Видите? Мы чего-то стоим. Это каждый день читать к организму. С упоминанием имен. Упокой Господи в обительных небесных новопредставленных рабов Твоих. Пелагея и Михаила. Яко жити и сим, яко человечца согрешиша. Ты же, яко человека любишь. Прости их и помилуй. И вечные муки избави. Небесному царству и причастнику учини. И душам нашим полезное сотвори. У нас все время рядом находятся люди, которые побуждают к этому нас. Побуждают. События какие-то. Вот об этом сегодня было говорено. Почему? Ты ставь вопрос. Почему не раньше? Вы понимаете, что страна наша исчезающая. Вы в интернете, кто не бывает, и книги не считаете, и газеты. Вы даже не понимаете, что мы стоим на самом краешке исчезновения страны. Полностью. В течение одной недели этой страны не будет. Но согласно 17-18 главы откровениям, этот город должен быть сожжен. Говорят, какой? Я считал об этом и сам верю в это, что это Москва. Спрашивают, а вы доказать можете? В течение одной минуты. Город на семьях холмах. Это в Йемене город есть. Один Вашингтон, там Юр, и Москва. Больше нет. Это сходится. Но не один еще. Дальше. Напоило яростным вином блудодеяние все народы. А вот теперь этого вината ни у кого нет, только в Москвы. Это второй интернационал коммунистическое учение и сегодня. И написано город, от которого мы отелись купцы земные, посыпали голову прахом и говорили о город. Ну, посмотрите, какими миллиардерами сделали. Всю страну разворовали. Израиль лопается. Все в Англию переводят. Они не знают, куда деньги перевезти. Это Москва. Вы понимаете, есть имена, которые сами за себя свидетельствуют. Вот читаем у пророка Исаия. Он говорит, родится ребенок, и ты его назови вот так. И дает имя из четырех слов. А в переводе так. Погибель поспешает и далее. Мы говорим Ной. А что такое Ной? Ной означает залитой водой. Ну, образом так сказать. И он бегал, и мать кричала залитой водой. Это мы не понимаем имя. Для нас Валентина, она ничего не значит. Валентина означает сильная. Переведи ей. Если мы говорим Валентина, для нас просто звук. А у них она конкретно. Ты же сильная. Ну, почему ты ослабела? Ну, как ты могла себя не поберечь? Мать просит ребенка. Она получила ребенка. И она его называет Самуил. Выпрошенный у Бога. И поэтому самое претенциозное имя сегодня, которое буквально вызов бросает в мир. Это Михаил. А кто-нибудь говорит? Никто не говорит об этом. Почему? Оно переводится «никто как Бог». То есть равного Богу нет. То есть все время равного Богу нет. Равного Богу нет. Я говорю, равного Богу нет. Подойди сюда. Вот так. А у нас Михаил. Нам ничего не говорит это имя. Кроме того, что ему дали. Старайтесь называть по календарю. И тогда вы увидите, что что-то там тоже заключенное. Слава Богу, у нас некоторые называют так. И Калерия, и Аполлинария. И имена-то какие? Чудные. Не так, что Таня Маня, Света... Ты ищи то, что в календаре написано. И даже в календаре бывает несколько имен. И выбирал не отец с матерью. Иначе бы вот этого... Иначе бы вот этого... THИ tá. Значитagan. Календарь.